Прикрывались грудным ребенком. В суде индустриального района огласили приговор в отношении пары, занимавшейся продажей наркотиков. Мужчина стал сотрудничать с одним интернет-ресурсом и вовлек в незаконную деятельность свою сожительницу с ребенком. Репортаж Елены Иговцевой. Трудоустроился сам, а в помощники взял возлюбленную с грудным ребенком. 31-летнему пермяку и 21-летней женщине, с которой он жил, предъявили обвинение по статье «Покушение на сбыть наркотических средств в особо крупных размерах». Мужчина нашел объявление о том, что интернет-магазину требуется курьер, и решил попробовать себя. Малыш, как прикрытие. Пара, гуляющая с детской коляской в дворе, не вызывала подозрений у прохожих. Между тем, мужчина прятал наркотики в определенных местах, а женщина фотографировала места закладок. Таким образом, молодые родители заработали за три недели 50 тысяч рублей. Несмотря на тщательную конспирацию, пара попала в разработку оперативных служб. Незадачливых торговцев задержали. Главу семьи, неоднократно судимого 31-летнего пермяка, сразу взяли под стражу. Его сожительницу оставили под подпиской о невыезде. На допросе молодая мать утверждала, что даже не имела представления, во что ввязалась. Не знаю, так вышло. Все, так вышло и все. Фактически ее вовлек в совершение данного преступления вот ее сожитель. То есть она очень положительная, никаких вредных привычек у нее нет, ни спиртными, ни наркотиками, тем более она не злоупотребляет. То есть вот вся была в ребенке, занималась его воспитанием. Сначала не соглашалась на предложение своего молодого человека, но потом была вынуждена согласиться, он ее уговаривал. Приговор 10 с половиной и 6 с половиной лет лишения свободы прозвучал как гром среди ясного неба. К такому суровому наказанию молодая мать была явно не готова. Она отказывалась верить в происходящее и просила окружающих отпустить ее домой к грудному ребенку. Но закон суров. Девушку взяли под стражу в зале суда. Понятен приговор суда? Нет, не понятен. А что непонятно? Я бы хотела, чтобы я с ребенком осталась. Подсудимые намерены обжаловать приговор. Судьбу малыша теперь будут решать органы опеки. Таким образом, за три недели криминального трудового стажа родители расстанутся с сыном на долгие годы. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Спасибо. 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 Спасибо.